5 километров протяженность реки Гега, это крупный правый приток реки Бзыб. Ну а если посмотреть прямо по ходу движения, то видно, что дороги дальше нет. Чувство такое. Вот раньше ее и не было, пока здесь не пробили тоннель. Итак, скальной тоннель по этой территории мы сейчас проедем небольшой участок пути. И примета такая, пока едешь по тоннелю, нужно загадать желание, оно обязательно исполнится. Итак. Итак. Гега. И если идти вдоль этой реки, то попадаешь на большую поляну, знаменитая поляна с сочной трогой. Высоко в горы, в ее альпийскую часть на летнее время гонят скот местные жители. В низменной части Абхазии из-за повышенной температуры трава горит. И поэтому скот пасется на альпийских лугах, высоко в горах. И вот так же, если идти вдоль реки Гега, можно увидеть очень красивый водопад. Водопад, название которому Кекски. Водопад вытекает из узенькой расщелины в скале. Он извергается вниз огромным занавесом. 25 лет. Ударяясь о скалу, шнур падает в реку Гега. Красивый Гегский водопад. Но эту красоту видят, опять же, в основном лишь те, кто отдыхает на курортах Абхазии. Дорога на водопад плохая, разбитая, грунтовая. Проехать туда на легковой машине возможности нет. На лазиках и джипах на высоких поднимаются колеса, чтобы были повыше. Потому что разбитая дорога. Ну и, конечно же, интересная программа. Там программа с пикником. И напротив Гегского водопада есть пещера, где могут укрыться от дождя посидеть туристы, если вдруг их вверху застала непогода. Но я хочу сказать, что вот подбрызг...